Смотри, там свет в углу. Косика. Малышка! Малышок! 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 Всё, она сейчас уйдёт. Малышка! Ну, глянь сюда. Не игнорь нас. Малышок! Малышок! Начинаем видео приятно. Ребята, всем доброе воскресное утро. А мой кофеёчек, вот я взяла его сюда. Светлана пробралась на мой балкон. Ой, я так люблю Катин балкон. Мне так нравится у неё это рабочее место. А я, когда она уходит, люблю здесь посидеть. Мне никто не мешает, не кричит. Это моё место! Иди на своё рабочее место! Ой, ребята, сегодня у нас с вами вообще обсуждение книжных планов на лето. Причём обсуждение как совместных наших с вами книжных планов, так и уже наших индивидуальных. У меня, конечно, немножко проблемы теперь с построением книжных планов и чтением. Из-за того, что мне сейчас требуется именно аудиоверсия, иначе читать у меня просто не получится. И я, составляя планы, и, в принципе, выбирая сейчас что-то почитать, я установила себе все приложения, какие только можно. У меня там и Литрес, и Майбук, и Букмейт, и строки, и чего у меня только нет сейчас. И я в каждом приложении захожу и проверяю, есть эта книга в аудио или нет этой книги в аудио. И мои книжные планы, они построены, кстати, тоже именно так. И наши книжные планы с вами совместные, мы тоже с Катей корректировали, но там, благо, ничего убирать, мне кажется, не пришлось. Нет, у нас всё как есть. В 66 появилась уже аудиоверсия, так что всё у нас остаётся в силе. С каких планов начнём? В совместных. В совместных, да. Всё, давай. Во-первых... Там где-то мой планер лежит у тебя на столе. У тебя на столе лежит. Во-первых, я так поняла по некоторым комментариям, что люди стали путать. Ну и неудивительно, честно говоря. Что такое читательские дневники за спойлерами, а что такое совместные чтения. Совместные чтения – это мы выбираем книгу. Мы читаем вместе со зрителями уже очень давно, мне кажется, года 4 или 5 лет. Мне кажется, уже 6. Выбирали мы книги по-разному. Было такое, что выбирали мы. Было такое, что выбирали голосованием. Было такое, что выбирали только зрители. Был год, когда выбирали блогеры. Мы всё-таки поняли, что для нас, наверное, наилучший вариант для обсуждения, когда мы выбираем книгу. И на эти книги у нас проходят прямые эфиры. Мы потом иногда про них говорим, что-то в прочитанном, вот как Света про сезон отравленных плодов. Но я, например, про такие книги и, в принципе, уже как бы... Мне кажется, я всё сказала, мне больше нечего сказать. А дневники со спойлерами у нас появились только в этом году. Первая была «Тайная история Донны Тарт». И вы тут уже сами, как хотите. Хотите читать эту книгу? Может, вы её уже читали? А может, вы просто хотите посмотреть на дневник со спойлерами, где Света раздувает норки и кричит? Может, вы не хотите читать эту книгу, но вам интересно знать, о чём она. Вы можете посмотреть наш дневник со спойлерами. Так что сейчас у нас есть два вида книг, к которым зрители, получается, некоторые готовятся. Это наши совместные чтения, то, что мы обсуждаем в прямом эфире. И это наши читательские дневники со спойлерами, где мы просто снимаем все свои эмоции, а уже зрители в комментариях могут это всё поддержать, обсудить и докинуть своих мыслей. Так, давайте начнём с дневников со спойлерами. Так, дневники со спойлерами, ребята, мы ещё вам должны до сих пор, но постепенно за июнь мы как раз всё это дело нагоним. Мы вам должны дневник, вернее, я должна дневник со спойлерами по собору у моря. И мы должны наш совместный дневник со спойлерами по мы... Нет, словно мы злодеи. Всё это выйдет в июне, и мы наши долги по дневникам со спойлерами закрываем. Закрываем. Получается, что следующий дневник со спойлерами выйдет уже в июле. Мы эту книгу, мне кажется, в каком-то из видео... 23 апреля в завтраке это было. Это «Зов ночной птицы» Макамона. Это цикл про Мэтью Корбита. Да, это Мэтью Корбит. Света его уже когда-то читала, он есть в аудиоформате, я буду только знакомиться. Это первая книга цикла, это, по-моему, там 17-й век. То, что я читала, ребят, «Зов ночной птицы», я, мне кажется, несколько книг из этого... Не помню, три или четыре я прочла из этого цикла по итогу, но то, что я его читала, это, знаете, в данный момент времени символично сказано, что я это читала. Я очень плохо помню все сюжетные какие-то перипетии. Я, в принципе, помню сюжетную линию самого Мэтью Корбита, которая там тянется из одной книжки в другой, какие-то общие моменты. Но вот отдельную историю я помню плохо. Здесь у нас рассказывается, вернее, все действие будет вертеться вокруг ведьмы, и только, только наш главный герой, тот самый Мэтью Корбит, будет считать, что преступление гораздо сложнее, и наша героиня – это на самом деле не ведьма. Я просмотрела. Время действия – 1699 год. То есть я правильно сказала, это 17-й и как бы и 18-й. Мэтью Корбит – секретарь у мирового судьи. Вот мировой судья будет уверен, что ведьма – девушка, а вот Мэтью Корбит… Девушка – ведьма. Девушка – ведьма. Ведьма – девушка. А Мэтью Корбит будет в этом сомневаться. И второй читательский дневник со спойлерами, который у нас выйдет. Мы эту книгу будем читать в течение всего лета. И записывать на нее дневник выйдет он в конце лета. Я думаю, это даже будет последнее наше летнее видео. Это Роберто Буланьо, его 2666. Роман весьма основательный. Мы даже с Катей себе покупали две версии специально, чтобы было удобно его читать. Ну, как у нас в Иерусалиме. Совместно и делать здесь всякие отметки. Я буду слушать. Я вот очень переживала, что не появится аудиоверсия, и нам придется 2666 менять на что-то другое. Но ура, аудиоверсия появилась. Так что буду слушать и в книжечке уже сразу делать пометки. Если вы хотите подготовиться к этим дневникам со спойлерами, то вы тоже можете прочитать эти книги и смотреть уже во всеоружии. Если вы просто хотите послушать про эти книги со спойлерами, вы можете это сделать. Если вы в каком-то далеком будущем планируете прочитать эту книгу, то вы можете прочитать и потом уже обратиться к нашему дневнику со спойлерами. Причем вы можете книги читать даже параллельно, смотря наш дневник со спойлерами. Мы в описании всегда делаем разбивку по времени. По главам. По главам. Здесь у нас рассказывается про первую, вторую главу, дальше про третью, четвертую. То есть вы можете читать. Прочитали первые две главы, посмотрели кусочек, подумали с нами, да, что там происходит, предположения сделали, комментарии написали, и читать дальше. Как вам удобно. Просто мучает любопытство, что в этой книге хотите знать, просто смотрите без чтения. И теперь уже наши с вами совместные чтения, книги, которые мы будем обсуждать на прямых эфирах. 17 июня. 18 июня. 18 июня, ребят, воскресенье, потому что 17 у нас не получится, к огромнейшему нашему сожалению. А вот 18 июня, ориентировочная дата, потому что 17 июня мы идем на квиз. Ориентировочная дата, 18 июня, мы ее придерживаемся, мы с вами читаем и обсуждаем историю Лизы Стивена Кинга. Я ее буду перечитывать. Мне роман в свое время показался очень личным, очень скучным, нудноватым. И вот прям Кинг произвел на меня какое-то, не Кинг, а этот роман, произвел на меня какое-то гнетущее впечатление, и мне хотелось бы с этой историей познакомиться заново. Так что это я и буду делать. А вот в августе мы читаем первую книгу из цикла. Мы читаем не в августе, вы можете начинать читать, но обсуждаем мы в августе. Это будет у нас роман Фауста Грин «Книжные черви». Меня роман интригует тем, что здесь в главных героях у нас герои русской классической литературы. И я, а что ты там уже роняешь, очень много положительных отзывов видела, и хотелось бы провести даже какие-то параллели с русской классикой. Я думаю, это будет интересный опыт в любом случае. И, кстати, книга тоже есть, по-моему, в аудио. Но дело в том, что здесь есть иллюстрации, и какие-то из них даже вот такие комиксовые. Это очень миленько. Ну, это, я думаю, я смогу по книге посмотреть, если что. Сможешь. Книга будет рядом. Я все равно сейчас все, что слушаю в аудио, если у меня есть бумажная книга, то я ее обязательно беру, и в процессе прослушивания я что-то где-то себе закладочками отмечаю. То есть у меня такое небольшое взаимодействие с книгой получается в данный момент. Боже, я читаю более осознанно. Я и слушаю. Это же булка просто. Я и слушаю, и читаю, и отмечаю. Боже, такая прям леди серьезная. В общем, книжных червей мы будем обсуждать с вами уже в августе. Так что время есть, я думаю, это отлично. Сейчас у меня будет вопрос к аудитории. Звонок к другу называется. Ребята, я себе на лето запланировала наконец-то знакомство не с писательницей. С ней я уже знакома. Я у Таны Френч читала два романа. Кстати, я их не читала, я оба слушала. Это был роман «Искатель» и ее роман «Ведьмин вяз». Это романы внецикловые. Они очень разные по настроению, по атмосфере, но оба мне понравились одинаково. И я наконец-то решила, что надо осуществить знакомство с ее циклом «Дублинский отдел по расследованию убийств». Как-то так он называется. Но проблема в том, что в этом цикле шесть книг. Пять из них «Фантом» переиздали. Но первую книгу этого цикла только анонс был, что она будет переиздана. И вот у меня вопрос. Мне стоит ждать первую книгу? То есть насколько сильны там взаимосвязи между этими книгами? Возможно, там даже герои, какие детективы, кто расследует дела, действуют разные. То есть я вот этого момента не знаю. Можно ли начинать со второго романа сходство? Или все-таки умерить свой пыл, подождать, когда выйдет в лесной чаще? Я лесную чащу читала очень-очень давно. Вот это тоже символично. То, что я ее читала, это символично, я вам говорю, что я ее читала. Это было безумно давно, и я ничего не помню, что там происходило. Для меня это будет чтение с чистого листа. Ой, я уверена, ты когда начнешь читать, ты вспомнишь. Да, я тоже так думаю, но все-таки вот стоит ждать? Или можно приступать уже сейчас? Меня аннотации всех романов крайне интригуют. Мне вообще очень понравилось, как Тана Фрэнч пишет. У нее, получается, и в атмосферу, и герои, и вот Искатель, это же, по сути, роман был, знаете, такого плана, он очень спокойный. Там фактически ничего не происходит. Там глушь, куда уезжает наш главный герой, чтобы как-то отрешиться на пенсию. Он на пенсию выходит и уезжает в Глушу. И уезжает в Глушу. Можно мне пенсию? В Ирландию, где никого вокруг нет. Это очень и очень здорово было написано. Но там вместе с этим... Я пойду поплачу из кадра. Хочу просто отдыхать. Хочешь в Глушу? Кать, ну что ты там все время? Да что у меня все время падает? Знаешь. В общем, в этой глуши все равно происходит некая драма, и там что-то похожее на тайны прошлого, детективное расследование. Но это очень слабая такая линия. Но мне понравилось. Ведьмин вяз, он уже и мрачнее, и грязнее, и атмосфера там совершенно другая. В общем, дилемма. Это был мой первый вопрос аудитории. Но у меня есть еще второй вопрос аудитории. На днях Катя. Катя, что удивительно. Что значит, что удивительно? Я эту книгу покупала в начале, наверное, весны, мне кажется, где-то в марте, после отзыва Игоря, что она классная и веселая, и вообще супер. Ее интересно почитать для того, чтобы поднять себе настроение. И тут Катя приходит ко мне и говорит, Светка, я прочитала «Доверьтесь Ченом», слушала, да, по-моему? Ну да, в основном слушала. Что очень классная история, веселая, немножко безумная. Это иронический детектив, и местами он настолько смешной. Я вообще редко смеюсь в книгах, что пару раз я прям хохотала. Такое у меня бывало только с Хмелевской. И я хочу в июне еще «Берегитесь Ченов» прочитать второй роман. А у меня настроение вот сейчас, когда наконец-то у нас постепенно начинает налаживаться погода, у нас май в Ростове, ребят, был очень-очень пасмурный. Это был май, штормовое предупреждение. Дожди задолбали, мягко говоря. А Ростов, он же не приспособен для дождей, здесь же сразу все. Но нам повезло, мы живем в районе, где эти дожди, они никак не аукаются. А вот если говорить о противоположной стороне города, там происходит просто трэш, ужас и кошмар. Там машины тонут. Там машины, там тонут люди. Это просто какое-то дикое безумие. И вот сейчас начала налаживаться погода, вышло солнышко, уже прям чувствуется лето, и мне хочется каких-то вот книг. И вот как Катя описывала мне, рассказывала про Доверьтесь Ченом, что это и легкий детектив, и история, где у нас действуют весьма такие харизматичные, колоритные персонажи с безуминкой, мне хочется чего-то подобного. Если вы знаете книги, вот подобные, Доверьтесь Ченом, сюда же я могу отнести безумно богатых азиатов. Вот что-то подобное, мне кажется, Ричард Осман пишет, его вот этот клуб «Убийств по четвергам». То есть что-то ироничное, саркастичное, веселое, легкое. Что ты читаешь, у тебя просто поднимается настроение, и вот прям, не знаю, становится здорово. Доверьтесь Ченом, я читать обязательно буду, тоже есть аудиоверсия, второй части, по-моему, в начитке пока еще нет. Но я послушаю, если хохотала Катя, если она говорит два раза, она там где-то захохотала, это значит просто какая-то чума. Боже, знак качества. Если вы знаете такие классные истории, ребята, я жду ваших советов. Напишите, пусть она послушает Хмелевскую, там есть шесть книг в аудио на Али Трессе. Так, это были все мои вопросы, и вот здесь вот, я же тоже в планер вношу все планы, и я пока свои планы, я на стикерах вот здесь вот налепила, чтобы не вписывать сразу и потом не черкать, а уже потом со стикеров буду все это дело переписывать и основательно запомнять. У меня уже июнь очень плодотворный. Я, кстати, в июне сегодня закончила свою первую книгу, вы про нее услышите в книжных выходных, которые... Кать, выйди, а ты не можешь выйти, я тебе здесь в углу. Она сидит в углу, наказанная, я ее блокирую. В книжных выходных, во вторник, вы увидите мой отзыв на эту книгу. Это зима в Мадриде с Энсома... Ну, печально, печально. Это спойлер такой книги. Когда я прочитала «Доверьтесь Ченам» и еще один роман корейский, я поняла, что я хочу, пока у меня есть такое желание, как-то сделать лето более азиатским. И это желание появилось еще в начале мая, я расскажу обязательно в следующей части прочитанного. Я читала сборник рассказов «Смех сумасшедших». Здесь в основном все авторы неизвестные, да не в основном, а неизвестные, которые впервые переводились. Мне интересно, вот это под окнами у нас копать надолго начали? Не знаю. Авторы 20-30-х годов, работавшие на стыке жанра. Детектив мистика, научная фантастика. И вот отсюда я узнала такой интересный факт. Ой, ребята, я прям загорелась читать. И в этом сборнике про писателя Юмена Кюсаку была такая фраза. Знаковый во всех отношениях роман Догра-Магра, образец авангардной готической литературы, по праву считающийся предшественником всей японской научной фантастики, помимо оригинала, известен лишь на французском языке. И очень часто этот роман, он в Японии популярен, можно увидеть в руках персонажей в аниме и манге. И еще было написано, что этот роман входит в тройку трех великих странных романов 20-го века в Японии. Я вам сейчас те два романа не назову, но их, по-моему, еще на русском нет. А вот девушка, которая нам подарила вот этот смех сумасшедших, подарила мне Догра-Магру. И теперь я ее в июне обязательно прочитаю. И, кстати, рассказ его мне понравился вот здесь. Но я вам подробнее расскажу уже в прочитанном. В общем, это точно будет прочитано в июне. И к этому я взяла роман, который ранее не переводился на русский язык. Это «Дом Кёка Юкио Миссимы». Кстати, у Миссимы там еще не одна работа осталась, а несколько, которые ранее не переводились. Мне вот этот факт очень удивительный. И мне удивительный. Кажется, Миссима, у нас очень много его переводят. Он и популярен, но тем не менее остаются романы, не переведенные на русский язык. Для меня вот это каждый раз роман. Впервые на русском «Юкио Миссима». У меня, знаете, какой-то в голове диссонанс происходит. Шарики за ролики задвигаются. Я все время думаю, какой новый роман, Миссима же умер. Причем 50 лет назад. «Дом Кёка» расскажет нам про четырех друзей. Роман небольшой, и я его еще и в книжных покупках не показывала. Я решила, раз у меня вот это желание азиатской литературы, то я, скорее всего, на июнь и, может быть, на начало июля, чисто рандомно вытащу со своих полок, вот с тех самых, с непрочитанными книгами, еще пару книг. Вот это у меня лежит уже несколько лет. Это Тисакова Катаке «Одна заживу сама с собой» про 74-летнюю женщину, которая будет вспоминать всю свою жизнь. И вот этот роман мне, по-моему, подарили весной Аша Лэми. Подождите, писательница, она точно не из Японии, но у нее японские корни. И здесь у нас про послевоенное время, про девочку. Я так понимаю, мы будем наблюдать за всей ее судьбой. Пока-пока. Я на июнь вот такой себе, ну, на начало июля... А, нет, боже мой, я забыла. Я же достала еще книги Гипериона. У меня их столько непрочитанных лежит. А тут у меня вот такое настроение. Я взяла Куникиду Допа, который прожил, жил в конце 19-го, начале 20-го, умер в 36 лет. Это сборник рассказов. У меня в мае, пока у нас были ребята, очень здорово зашли рассказы. Опять-таки в прочитанном расскажу. И это тоже сборник рассказов. И у него, вот тут тоже было интересно, как у него за 36 лет поменялось литературные пристрастия от романтизма к реализму. Ну и плюс это один из классиков японской литературы, который, я так понимаю, тоже у нас малоизвестен. Так, ребят, ну я себе свои планы вообще вот на лето, я выбрала в общем, я не стала делить по месяцам. А у меня дальше тоже нет деления. У меня единственный точный план, я знаю, что в июле, в июле, так, ребят, мы, конечно, попытались как-то переждать, потому что там у нас, оказывается, футбольное поле, засыпают землей, и трактор ездит туда-сюда, ее разравнивает, но это... Надолго. Мы закрыли все, что можно закрыть, и надеемся, что... Не угорим. Не задохнемся. Не угорим, и не будет такого ужасного шума. Так, у меня единственный план на июль, мне кажется, я об этом начала говорить. Я сказала, что я по месяцам не раскидывала книжки, но я на июль поставила себе прям четко в план одну книгу. И я думаю, что больше у меня не получится послушать, прочитать. Это «Мертвая земля» Сенсома. Это последний роман о Мэтью Шардлейке. Я вот помогаю, Светлане. Я решила, что эта эпопея должна все-таки завершиться. Вроде я слышала о том, кто-то мне писал в комментариях, что будет еще... 956 страниц. Сенсом возвращаться к этому циклу, и еще будет книга. Но пока же ее нет, и мне грустно от этого. Мне очень понравился цикл. Там начитки, наверное, часов 35. С огромнейшим... Ой, я не смотрела, сколько в начитке. Но я слушаю на скорости 2,3. В любом случае, это можно сократить больше, чем в два раза. Что я говорила? Очень мне понравился этот цикл. Совершенно чудесный и замечательный. Не знаю, прям вот знаете, за каждого из героев я переживаю, как закончится их судьба. Мне хочется, чтобы все было хорошо. И у Мэтью, и у его напарника, и вообще у всех, чтобы все там сложилось хорошо. В июле я больше себе книг не оставлю, потому что там мы себе запланировали и отдых, и работу, и там будет фактически недочтение. Получается, по июлю все. Это прям вот четкий план на июль. Такой у меня есть. Но у меня есть еще... А теперь размазанный план в принципе. Размазанный план в принципе. Как вы понимаете, несмотря ни на что, планы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Планы у меня, как всегда, грандиозные. Так, ребята, сейчас... Подождите, эскейпнулась. Сейчас я ее достану. Сейчас я вернусь к вам, друзья. Смотрите, попа малышки. Только что, буквально перед тем, как мы сели записывать этот завтрак, я в новинках рассказывала... Если вы не смотрели вдруг... Сейчас я сделаю ремарку. Наши книжные новинки, ребят, я вам советую посмотреть это видео, даже если вам неинтересно, что выходит в ближайшее время. Я не знаю, что со мной было. У меня была какая-то просто истерика. И меня в этом видео... Мне кажется, это самое смешное наше видео, которое выходило за последнее время. Меня несло не по-детски. И что это? Почему? Ну, вот такое было настроение. Я в этих книжных новинках рассказывала как раз-таки про эскейп. Я не знаю, аудиоверсии еще нет. Я вот, когда появится, я обязательно буду слушать. Меня радует, что книга такая объемная. Я, кстати, прочитала ознакомительный фрагмент. Она очень просто написана, но меня удивила. Ребят, 734 страницы. Но цепанула меня эта книга... Ничего себе, кошка, ты спрыгнула. Такой ту-ту был. А цепанула тем, что... Она упитанная. Упитанная, да. Мы их вакцинировать носили. И всех... У нас эш, извините меня, там не то, что упитанная. Там можно назвать немножко жирненький. Нет, он не жирненький. Он плотный. У него структура такая тело, что он просто набитый такой, как шарик все время. А про малышку сказали, ой, какая упитанная девочка. Короче, эскейп. Меня цепанул тем, что здесь затрагивается тема квестов. А вы знаете, я увлеклась этим делом. Итак, размазанные... Ладно, я уберу, а то ты ее уронишь. Не надо мне больше ничего давать. Размазанные по лету планы. Подержи, пожалуйста. Вот так пока... Ой. Да что же это у человека за настроение? Я от тебя подхватила. У тебя там с той стороны что-то все падало. Теперь будет падать у меня. Ребята, у нас было видео достаточно недавно. 20 книг, по-моему, оно называлось, «Которые мы любим», где мы с полок друг друга случайным образом доставали по 10 книг. Не зная, что это за книга, мы давали эту книжку и просили объяснить, почему, за что ты эту книгу любишь, почему она осталась у тебя на полке. И я там рассказывала про Киперион. Он так хорошо, я про него рассказала, что сама прониклась и решила, что мне надо его перечитать. Есть ряд книг, с которыми я знакомилась очень давно. Это «Конец девяностых. Начало нулевых». И в то время я их очень любила. И по моим остаточным воспоминаниям там все должно быть прекрасно. Но некоторую базу хотелось бы обновить. И вот «Гиперион» — это одна из этих книг. Здесь сразу две в этом сборнике. И «Гиперион», и «Падение Гипериона». Есть у меня, конечно, и продолжение. Тоже вот в таком сборничке там два романа. Не знаю, стоит ли переслушивать продолжение. Однозначно вот этот двухтомник я перечитаю. Я очень люблю эту историю. Она идет от лица шести персонажей. И там у каждого своя судьба, свои тайны и скелеты. И все они как раз-таки летят на новую планету, на «Гиперион». «Гиперион». Еще, что я себе запланировала. Аудиокниги есть на все три романа. Это Джон Скальци и его цикл «Война старика». У меня какая-то квота доверия, что ли, образовалась к Джону Скальци, что я сразу... Вот они выходили, и я не читая. Выходят книги. Вот у нас «Война старика», по-моему, «Бригада призраков» и «Последняя колония». Я их себе покупаю, скупаю, на полки радостно ставлю. У меня есть надежда на то, что по настроению этот цикл будет похож на пространство Джеймса Кори. Я этот цикл очень люблю. Здесь главному герою 75 лет, и он отправляется в армию. У меня еще, знаете, из-за того, что герою много лет, пошла ассоциация с Костоправом из «Черного отряда». Там же тоже мужчина уже в возрасте. Да там все в возрасте. Там все в возрасте. Там цикл, когда начинался, ему уже был, по-моему, 50 ему точно где-то было. А к концу, да, уже за 70 или уже даже за 80, там 50, комета должна была вернуться через 25, да, там уже под 80 лет человеку. А бодренько-бодренько все проблемы решал. Так, ребята, очень скоро выходит очередной роман Грейди Хендрикса. Я невероятно рада, как быстро и оперативно все-таки его переводят. «Хоррор Молл». Роман, который навеян Икеей ему был. Ну, вообще мне нравятся идеи, которые подхватывает Грейди Хендрикс. И я решила, что раз такое дело выходит новый роман, то можно прочитать тот, который стоит непрочитанным у меня еще на полке. Это группа поддержки для выживших девушек. А вот этот человек не разрешал мне читать его до тех пор, пока она его сама не прочитает. Да, я запретила. Я сказала, что Грейди Хендрикса ты читаешь только после меня. Я читаю книгу, потом разрешаю тебе. Руководство по истреблению вампиров ты уже можешь читать. Здесь у нас главные героини это те самые последние девушки, которые выжили после встречи, да, с разными маньяками. И обещаны отсылки к различным ужастикам. Очень на это надеюсь и очень надеюсь, что образы девушек будут тоже узнаваемы. Ну, давай, что ли, ты чуть-чуть расскажи. У меня как раз вот есть две книжечки, которые, как мне кажется, идеально подходят к лету. Я в книжных выходных, которые выйдут во вторник, буду читать «Союз волшебные штаны». И вот там прям лето, там каникулы. И я поняла, что я хочу тоже еще такого, вот как и «Берегитесь ченов». И у меня есть книга, там, правда, если в «Союзе волшебные штаны» девушкам по 16 лет, то тут главный герой мальчишка 11-летний. Но он на лето приезжает к бабушке с дедушкой на остров. И он там познакомится с новыми друзьями. И, я так понимаю, у них там будут приключения. Называется «Роман о Стравитяне». И, по-моему, второй части еще не было. Вот тут вот стоит единичка. В «Союзе волшебные штаны» тоже стоит единичка. Окно закрыли, становится жарковато. У него проветривают себя. И мне кажется, тут вот у Романа рейтинг-то какой маленький. 12 плюс, да, это еще и отлично подойдет для детского внеклассного чтения. Книга, которую я заказывала по предзаказу. Она мне пришла на прошлой неделе. Это Ольга Птицева и ее «Сестры озерных вод». Это «Дилогия». Вторая книга должна выйти, но я пока не знаю, когда. Но я все-таки решила, что возьму уже и прочитаю сейчас. Какое было для меня недавно удивление, когда выложили кадры из сериала «Там, где цветет полынь». И я такая, что? Вот так вот. Я не знала. Там, где, ой, «Сестры озерных вод», у нас главная героиня Леся приходит в себя в лесу, ничего не помнит. Там глухая деревня, и она начнет в этой деревне жить. Нам здесь обещают и мифологию, и тайны, и мистику. И вот у Птицевой все это очень здорово получается. И, боже мой, я просто не могу. Это красота. Я, кстати, ее брала по предзаказу только по одной причине. А, с автографом. Я хотела автограф. У меня теперь таким образом у попкорна куплена звонцовая, и вот теперь птицевая. Так, ребята, суперотличная серия, которая меня невероятно радует и очень сильно напрягает. Это серия большие книги фэнтези-фантастика от Азбуки. Радует тем, что там выходят очень классные книги. Но напрягает она меня тем, что выходит книг очень много и очень быстро. Я просто не успеваю их все покупать, и уж тем более, ребят, все это дело перечитывать. А я думала, ты скажешь, искать им место. Место искать тоже проблематично. Но мне очень-очень хотелось перечитать что-то у Сергея Снегова. Единственный аудиоформат, который я нашла, это на его роман «Люди как боги». Это у нас трилогия, и фактически ее можно считать первой космической одиссеей в советской фантастике. Вот так завернем это предложение. Я, конечно, очень хочу перечитать его «Диктатора», надеюсь, начитка будет. Но вот пока вот так. Причем там и Лукин выходит, там и Логинов. Я просто не знаю, меня уже рвет на маленьких светочек, потому что это мое детство, подростковый возраст. Это твоя база. Это моя база. Радует серия неимоверно. И последний роман, который я вам покажу, роман на лето, это Ханья Янагихара до самого рая. Вот такая вот прекрасная книжка, вот такая она толстенькая. Но фактически, хотя нет, здесь мелкий шрифт. Вполне возможно, что она и объемная. Но Янагихара, она всегда печатается в таком чуть увеличенном формате, а по размеру текста, мне кажется, что если это свести до стандартной книги, это прям будет такой тамин, то, что надо, то, что я люблю. Главное, чтобы сама история еще мне понравилась. Я, естественно, не читала аннотацию. Вот для меня почему-то тоже. Блин, я не понимаю, есть какие-то парадоксы такие во мне, что вот для меня Янагихара, выход ее романа, это тоже событие, поэтому надо брать, надо читать, надо ознакомиться. Я, насколько знаю, что здесь три главных героя и три, наверное, даже времени, то есть вот настолько ты ничего... Да, настолько, Кать. В которых ведется повество... Ой, ну тут, посмотрите, здесь и карты есть, тут вот карты что-то... 19-й век, 20-й. Так, где, блин, ну где аннотация? Наверняка она сзади. Конечно же, она сзади, ребята, вот здесь вот расположена. Три эпохи альтернативной истории. Альтернативную историю я очень люблю. Я вообще фанат антиутопий, альтернативная история, это все для меня. Так, продолжаем. Расскажу вам про то, как я расстроилась, прочитав новую книгу, новый роман Селесты Инг «Пропавшие наши сердца». Ты прям расстроилась? Расстроилась. Это антиутопия, я люблю, но она меня немножечко так, знаете. Так, давайте продолжим тему азиатской литературы и перейдем к Китаю. Я как-то два месяца, получается, был перерыв, но я не считаю, там я манху читала, манху и мангу читала. Хватит другаться. Как в марте. Я дочитала Хаски, так, в принципе, и все. Моя шутка огорошила тебя, такая пауза. Да, хочется проигнорировать. И в итоге я решила, что я на лето, тоже без привязки к месяцу, возьму, наконец-то, первую книгу «Воин пяти поднебесных пророчества». Тут про принца, про, наверное, императорского сына. Я вот думаю, а как зовут императорского сына? Принц. Принц, получается... Мини-император. Мини-император. Тоже минимумы какие-то. Император-джуниор. У него было пророчество, что он должен стать героем, всю жизнь купался в роскоши, а потом выяснилось, что пророчество было ошибочным, ему надо искать себя. У меня ассоциация идет, в принципе, вот с его биографией главного героя, с биографией Будды. Он думал, он будет богатым и знаменитым, а оказалось, надо искать работу. Он думал, он будет героем. Будда тоже купался в роскоши в свое время. Это первое. Кстати, вот на эту книгу прям очень хорошие отзывы. И вот мне интересно, когда будет продолжение. И «Восхождение фениксов». Сейчас в предзаказе есть вторая книга, и я жду, когда выйдет вторая, чтобы читать хотя бы... Мне уже написали, что их шесть на самом деле. Вот. Ну, просто первая книга, она точно прям заканчивается на каком-то вот моменте, просто как обычно, обрывается. Я решила, что дождусь вторую и буду читать вместе. Какая красота, я не могу. Главная героиня здесь становится ученой, у императора, и в принципе, у нее такая хорошая карьерная лестница. И вот она будет главной героиней, и будут тут различные дворцовые интриги. Мне сказали, что читается просто в лед. Вот в китайских новеллах это отлично. Список архива Лайн я попыталась читать именно Манху, и поняла, что это как обычно просто бесполезно, надо читать сам роман. Мне написали много тоже комментариев, что Дорама хорошая, но я не могу смотреть китайские Дорамы. Ты еще до этого не доросла. Я и не доросту. Вот знаете, что в Китае, что в Японии в основном почему-то все историческое выглядит как очень плохой косплей. А если мне не нравится визуально, они могут быть совершенно великолепными актерами, прекрасно играть. А все, что я буду видеть, это то, что это выглядит хуже. Пластиковый парик. Пластиковый парик, вот эта резиночка из 90-х, вот эта вот, как это называется? Плюшевая. Не могу просто. Я лучше почитаю роман, но, к сожалению, кстати, ребят, если вы знаете, где список архива Ланья, можно читать там не онлайн, может быть на Бусти, потому что я видела только на сайте одном. Вот с Хаски я отлично разобралась, переводчица есть Бусти, она великолепно переводит с китайского. Очень надеюсь, что она после Хаски будет переводить что-нибудь еще. Но у нее там еще куча экстр. Все, я заканчиваю. на этом мы наши планы заканчиваем. Обязательно делитесь своими летними планами, что вы будете читать совместно с нами, в каких эфирах, обсуждениях совместных будете участвовать, что будете готовить к нашим дневникам со спойлерами. Мы на этом будем заканчивать. Мы желаем вам приятного аппетита, хорошего дня, всем спасибо за внимание, всем пока. Котики, читайте с нами. Все-все книжки. Я кофе допила, он у меня уже успел остыть. И у меня успел остыть. А я хочу еще. Можешь мой допить. А там кто-то очень сильно дерет диван. Мне нравится вот это вот. У меня тоже кофе остыл, говно какое-то в кружке плещется, можешь допить. Спасибо, Екатерина. Мы сейчас поймем и попьем кофе. Да, я согласна. Ой, я надеюсь, что я осуществлю все свои планы. Осуществлю. Такие книжки хорошие, мне нравятся. Как обычно. Сейчас я их разложу, а я вот сюда сложу. А я не знаю, куда я сложу. У меня же есть вот эта классная полочка. А мне нет. У меня тут все классное пошло в утром и в балкон. Нет, я положу все возле кровати.